Мы с вами проходим возможные причины задержки в нахождении супруга. Мы прошли три причины. Четвертая причина говорит так. 5. Недостаток деликатности и мягкости. Эта проблема касается в основном мужчин и женщин в возрасте после 30. К этому возрасту свойственные молодым гибкость и свежесть постепенно утрачиваются. Формирование личности уже давно закончено. Недостаток мягкости характерен и для особо умных девушек, имеющих во всем строго обоснованную позицию и логически выверенный подход, что нередко воспринимается как властность. То есть, как мы сказали, уже, к сожалению, когда дети взрослеют, становятся взрослыми, уже гибкость у них теряется, они продолжают выбирать и выбирать и выбирать. Тем более, если девушка очень умная, то у нее есть определенные принципы. А парни, которые с ней встречаются, смотря на это, думают, что она слишком властная. А мужчина хочет быть главой в семье. Мужчина, оставляющий у окружающих впечатление излишней напоренности, жесткости и силы, нечуткой к чувствам и мнению окружающих, также может обнаружить себя отверженным женщинами, которые ищут деликатного, тонкого человека, способного считаться с потребностями и взглядами окружающих, а значит, способного и уступить. То есть, если мужчина слишком напористый, он никогда не уступит и тоже не соглашается выйти за него замуж. Пока речь идет о мужчине, его жесткость еще может быть интерпретирована девушками не как признак проблематичного характера, а как проявление мужественности и принципиальности. А вот с женщиной ситуация гораздо сложнее, поскольку мужчина, как правило, ожидает от супруги деликатности, мягкости, женственности и гибкости. Это то, что парень ищет в женщине, чтобы она была мягкая и деликатная. Решение проблемы. Что делать? Подумайте о характерных, природных и естественных отличиях женщин от мужчин. Осознайте психологические потребности каждой стороны, которые мы объясняли в предыдущих главах. И поставьте себе целью удовлетворить эти потребности. То есть, научитесь думать про другого, про противоположный пол, а не только про себя. Если человек знает за собой трудность в приятии чужой точки зрения, неспособность интересоваться мнением окружающих и его склонность к властному поведению известна ему, он должен заняться обтесыванием, если можно так сказать, своего характера и работать над качеством скромности. Эту внутреннюю работу необходимо проводить последовательно и основательно, пока изменения к лучшему не станут частью личности человека. То есть, он должен работать над своим характером, научиться быть более чутким, научиться обращать внимание на мнения других, и работать над этим столько, что это стало его натурой. Как он здесь пишет, советы и пути приобретения качества скромности можно найти во главе формирования личности и исправления качеств характера. Дальше. Возможная причина номер пять – несоблюдение запрета на физические контакты. То есть, это еще одна причина, почему человек не может долго найти свою половину. Как известно, по Тории каждый еврей должен соблюдать святость и недопустимость физического контакта с противоположным полом до свадьбы. Немногие знают о дополнительном выигрыше, который приносит это поведение, которое уже само по себе достойно похвалы. Молодые люди, которые соблюдают закон и не касаются друг друга до свадьбы, проверяют при встрече свое личностное соответствие, не подвергаясь при этом подкупающему воздействию физического контакта. То есть, Тора говорит, что человек не имеет права трогать другую девушку, другую женщину до свадьбы. Кроме этого, когда ты не трогаешь, ты смотришь, ты пытаешься понять характер человека, с которым ты встречаешься. Таким образом, они приходят к ответу именно на этот вопрос в результате встречи, где он в приятном и искреннем общении выясняется по существу. Если оба чувствуют, что они морально и интеллектуально соответствуют друг другу, а также приятны друг для друга и смогут построить крепкую и счастливую семью, они не теряют дорогого времени и назначают дату свадьбы. То есть парни с девушкой поговорили, понимают, что они друг друга понимают, друг друга слышат. После помолвки не имеют права трогать, только после хупы. Нельзя. Поэтому есть некоторые, как вы говорите, как они делают видео, поэтому в день свадьбы делают фотографии для жениха и невесты. Поэтому есть, которые делают кидуш дома, чтобы можно было на фотографиях дотронуться. Но есть, которые нет. Если посмотрите, многие фотографии религиозных, парень с девушкой друг друга не касается. Рука почти на руке. И есть фотографы наши, даже бухарские, дай Бог им здоровья, которые знают эти законы, обычаи наши и действительно помогают парам правильно сделать эти фотосессии. Если же между ними не возникло подобное чувство, они расстаются, чтобы продолжить свои поиски подходящей пары. В результате они оптимальным путем приходят к своей свадьбе. То есть, если не было прикасаний, то не было... Чувств тоже не было. То есть, они поговорили, они на разных уровнях, они друг друга не понимают, им будет тяжело вместе жить. Окей, не этот парень, другой парень, не эта девушка, другая девушка. А те, кто в этом важнейшем вопросе следует нормам нееврейской культуры, не только позорят свое высокое звание человека, принадлежащего к царству священников и народу святому, народу, ведущему себя благородно и свято, но еще и наносят себе непоправимый вред. Время летит, годы проходят, а они еще только собираются жениться. И вдруг, на пороге решения, одна из сторон после трех-четырех совместно проведенных лет, в течение которых подкупающая воздействие физического контакта ослепляла их, не позволяя сосредоточиться на внутреннем задержании партнера, обнаруживает, «Мне не кажется, что мы подходим друг другу». Они уже три-четыре года живут, бойфренд, господин, дай бог. И оба возвращаются к тому же началу. Тот же путь начинается заново, уже с новым партнером. А годы летят. За это время человек достигает возраста, в котором уже теряются свойственные молодости, терпимость и гибкость. И найти подходящего человека становится сложнее во сто крат. Да. Если они женились, так происходит, они должны работать друг над другом, с друг с другом. Решение проблемы, принять на себя отказ от физического контакта, как этого требует еврейский закон. Это удостоит человека активной помощи свыше и естественного ускорения процесса создания семьи. То есть закон есть закон, если ты выполняешь волю Всевышнего, то Всевышний поможет тебе тоже, найти свою половину еще быстрее. Следующая возможная причина. Номер 6. Горький осадок от прежних неудач и душевные шрамы. В этом больном поколении, когда большинство еврейской молодежи вырастает в рамках нееврейской культуры, многие мужчины и женщины достигают брачного возраста с накопленными негативными впечатлениями, эмоциональными травмами, как следствие нескольких не сложившихся и не состоящихся связей. То есть парень с девушкой, я не знаю, уже в школе, после школы, в колледже, влюбился в одного, влюбился в другое и так далее. Необходимо помнить, что Творец для того создал чистоту сердец мужчин и женщин, чтобы когда придет день, эти сердца соединились в день свадьбы и прилипились друг к другу навсегда, ради счастливой семейной жизни. Это для чего Бог создал человека, мужчину и женщину. Но человек, который с молоду имел множество коротких, ни к чему не обязывающих связей, встречался и расставался снова и снова, приобрел опыт, лишивший его прежней чувствительности и свежести ощущений. Травмы и воспоминания, отягощающие его сознание, и мешают ему построить здоровую, естественную и прочную связь с ощущением ответственности, необходимой для семейной жизни. Потому что у него было слишком много непонятных подружек. В ответственности он никакого не чувствует, даже когда женится. Иногда предыдущий опыт оказывается настолько болезненным, что человек совершенно утрачивает веру в возможность плодотворной системы взаимоотношений с противоположным полом. Даже одна глубокая связь, расстроившаяся до брака, может сделать человека тяжело травмированным психологическим инвалидом. Решение. Действительно непросто вылечить раненое сердце, а еще тяжелее отшлифовать и полностью обновить сердце, покрытое множественными эмоциональными шрамами. Но многое поправимо. Ежедневные уроки Торы, изменение жизненных привычек, продвижение шаг за шагом к практическому следованию путям Торы, очистят сердце и обновят его. Так что тяжелое прошлое будет казаться давним сном, подобным воспоминаниям предыдущих перевоплощений, как он как будто родился заново. То есть, как очиститься? Только через Тору. Изучая Тору, повышая свою святость, человек без радости может все эти раны и шрамы залечить. Последнее поколение культивирует распущенность и вседозволенность, наносящие серьезный ущерб духовному состоянию еврейского народа. В особенности молодежи, которая перестает понимать смысл своего прихода в этот мир. И до, и после свадьбы молодые люди переживают тяжелейшие кризисы, не ощущая при этом, что большую роль здесь играют их горькие воспоминания и нездоровый осадок в душе. Даже после того, как они нашли свою половину, вот эти нехорошие вспоминания и осадок в душе влияют на их отношения. Поэтому мы видим, бисторый человек, он как слепец в темноте, к сожалению. И мы видим, что происходит в нашем поколении. Таббираташем продолжим на следующем уроке. Варуха Донай ла Олам. Амин да амин. Аминだ, ладно. С Woche津 Ла Олам.